Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 17 февраля. Никола Студеный. День назван в честь преподобного отца Николая Исповедника, игумена Студийского. Он стойко претерпел тяжелейшие истязания за веру Христову, и Бог даровал ему дар исцелять недуги людей. Он исцелил супругу царя Евдокию от тяжелой болезни. Явившись в сонном видении, он сказал, уповай на Бога, ибо ты не умрешь, но получишь исцеление и будешь здрава. Позвали старцев, царица узнала виденого во сне Николая, поклонилась ему, и тотчас стала здоровой. Николай Студеный считался на Руси самым холодным днем в феврале. Даже существует соответствующая пословица. Пережили Афанасия Ломоноса, это 31 января. Власия, 16 февраля. И тебя переживем, Никола, а там дело пойдет к теплу. Были и другие названия этого дня. Волчий сват, маковый закат, наступало время звериных свадеб. Охотники примечали, лисы ударяются в пляс, друг перед другом сжиманятся. А выйдет луна, зайцы начинают носиться. Игумену Николаю молятся сегодня для исцеления от болезни. Знахари сегодня заговаривали ветер, делали привороты и отвороты. Также сегодня подается лечению болезни желудка и поджелудочной железы. Пословица этого дня. Никола Студеный на мороз тарават. Тарават означает щедрый, склонный к расточительству. На Студеного Николу снега навалит аж с гору. Студеный день – шубу в новый день. Приметы. Если лес почернел, это котипели. Сегодня не охотятся. Если ветки еле изгибаются вниз к снегопаду, вверх к ясному дню. Не следует ездить далеко. Опасно. Сегодня не мылись, не стригли волосы и ногти. Если сегодня приснится птица, будут новости. Если свинья – какое-то неприятное жизненное испытание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И хватит И хватит Да Вкусный медок Вынем ее заранее Ложечку Уберем Пшенечку Пряжем Уберем Мотор от винта Мотор от винта Вот так вот стоит. Это называется пицца серебра. Ну что, завтрак? Звучит музыка. Та-дам, да-дам, да-дам, да-дам... Та-дам, да-дам, да-дам, да-дам... Мнение? Голосы, хорошо. хорошие вот как раз подчеркивается что мы должны были наживать кучу пшеницы это надо было жевать а тут мы облегчили себе задачу все перемолол сделал смузи отличный напиток отличный через день каждый день мы уже заметили что продукт изобразующий начинают сопли появляться через день совершенно иное дело через два а это вполне достаточно для того чтобы вы снабжали себя тем чем надо и не получали вредного эффекта от молочных продуктов в виде слизи образования если у вас отличное пищеварение то у вас никакой слизи не будет и вы так сказать к молоку к молочным продуктам приучены и вот добавляет зимой возможно этот напиток будет действовать похуже ввиду слезообразования летом получше то есть каждый индивидуально должен для себя подобрать чистоту его использования мы вот установили что примерно через день этот завтрак действует так как надо а потом делается перерыв перерыв может быть месяц а то и два а потом опять сделали вот такого чашечку проросшего зерна и едим едим где-то недельку примерно а съели все до нового раза а не то что постоянно и сегодня и завтра и месяц и два тогда естественно скажется вредные свойства слизи образующих продуктов которым является в данном напитки это ряженка молочная ряженка творожок а в свою очередь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сушим гранатовые корочки Будем употреблять Вот такой завтрак состоялся Легко, просто Да! И все! Субтитры создавал DimaTorzok И даже агрессивности Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор Чтобы осуществить самоконтроль Сделайте разрозочный день А то и поголодайте 24 часа Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате А после охрабить помещение святой водой Также хорошо в этот день Окурить помещение благовониями Что касается физических упражнений Поработайте над гибкостью позвоночника Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане И не стригите ногти 24 лунные сутки В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил Для нового лунного цикла Естественно этот процесс происходит и в человеческом организме Причем активируется творческая мужская энергетика Которую можно использовать на созидание чего-то нового Или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку Тренировку в конце концов Если этого не сделать сегодня То творческие силы Не получив должного выхода Могут навредить Либо исчезнуть за ненадобностью День подходит и для интимной близости С целью реализации мужской энергии Питание доверьтесь вкусам Но не переедайте Уважаемые посетители канала Для вас моя личная библиотека Авторская по ссылке Которую я даю под каждой программой Вы можете перейти в библиотеку И бесплатно воспользоваться моими книгами Будете знать столько, сколько знаю я Всего наилучшего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!